Я прошу прощения, то, что мы видели сегодня, это свидетели обвинения. Просто выглядело это совсем наоборот. Да, это свидетель, причем основные. Потрясающе. Ну, вы услышали, и следователь там добавил, который расследовал дело, ссылаясь на свою неопытность о том, что он, собственно, исказил полностью все материалы, полностью все материалы о доказательствах, о фиксации каких-то там следов. Трампа, Кутин, поменяли в секретарше. Значит, одна звонит, говорит, уважаемый Трамп, все нормально, все хорошо, работал Владимир Владимирович, но заставляет юбку, что длиннее и длиннее. Ну, не знаю, уже прям в окнах красивых не видно. Ну, значит, звонит секретарше. Вот Трампа, Владимир Владимирович, все нормально. Значит, работаю, все хорошо, только они не заставляют юбку, все короче и короче. Поймешь, что скоро будет виден хвост и пистолет. Продолжение следует... пошли на самом деле смотрим по существу дела как уже доложил сектор судебного сезония время сезония или свидетеля михайлюк и мухамадияра пожалуйста выяснить какие-то казательства представить на пусть я просто сидит на михайлюк а так что у тебя взрослый и кем вы сезония пожалуйста трибуна проходим перед вами находится подписка место работы и должность Стоять на момент следует, что соблазнный диван, тебя проводило следственное счастье, БСУ, БУМИДОРОССИЯ, ПОГОРОЙ ПОСМЕРТЕ. Кто-либо из подсудимых вам известен? Нет, конечно. Металл вы не знаете. Имеете ли вы основания для агроматов? Сейчас участники судебного разбирательства вам будут задавать вопросы. Вы стоили сам ко мне на них. Начинаете на прозву с облака. Спасибо. Скажите, пожалуйста, на период Абла в 2008 году, в третьем вы работали? С конца июля 2008 года работают следователи средственного отдела при ОВД по району Чаком Андреевску и ГУМСКИ. С конца июля? С июля. Следователи средственного отдела при ОВД по району Чаком Андреевску и ГУМСКИ. Скажите, пожалуйста, какая фамилия как в Каганске-то вам знакома, а с датом не существует? Знакома в честь того, что мы знакомят отделы потерпевших, как раз в новом отделе, но у нас первая, которая с датом не существует. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы помните обстоятельства обращения к вам к Каганской, какие-то изменения она давала? Находился ли кто-то вместе с ней? Конкретно ее пояснение, насколько помню, было достаточно давно, или если это так шло? Сколько я помню, я ее видел на месте происшествия, соответственно, с дрожа автомобиля. Пояснения были в части местоположения автомобиля, кем-то с датом не привалили к вам к путешествиям. Все более приехали. А вы можете потом мне рассказать обстоятельства и события, которые я когда родилась в Каганске? Мы в дежурстве были, мы в дежурстве. Да, я на тот момент я находился в составе действительной оперативной группы, вот это я на счет вам ответила. А вы да, вспомните, пожалуйста. В начале августа. Вступаем, соответственно, с 9 утра. В тот момент мы проходили по смену дознания. То есть мы на сутки дознания до 10 вечера, а на следующий день, наоборот. То есть я дежурил на сутки до 10 часов, с 9 утра до 7 утра. За тот день у меня было два выхода. Первая была квартирная гража в таком направлении Матвей. Ну, Матвей в старой. Точно надо сейчас в старой. Вот. Находясь, соответственно, на адресе квартир, ухомляя квартирную гражу, выпиша, что у вас много места происшествия. Помест на основной высокий был, на тот момент у меня старшего тропомномочения, того же УВД, Равнович Александрович. Отчиско, я не помню. Вот. И от него стало известно о том, что совершена гража автомобиля. И опять он сообщил вам адрес, чтобы потом дежурку узнавать точно не помню. Кроме точно того, что после того, как мы закончили квартирную гражу, мы в контору не заезжали, сразу поехали туда. По-моему, он тоже все находился в Матвейне. и где-то уехал. И где-то уехал. И где-то уехал. Понял? Где находилось места вообще? точно ну я не помню участок дороги ну хорошо детально не вспомнил кто находился на месте происшествия и в каком составе на место происшествия поехали соответственно я эксперт, в составе СОК помните фамилию Эксперта? сколько помню Драхин фамилию Эксперта был ответственный на право госплана ну и соответственно водитель собеска нашли был ли оперативник с нами на тот момент, я не помню потому что по-моему он с аккортирной биржи уехал тогда на местную работу закончил, его осмотрел, объяснение собрал схему составил уехал был ли он в самом месте, честно не скажу соответственно там потом будет двое принятых потом он был где-то делал, на сколько он здесь пришелся ну и соответственно заявились на месяц пришелся, понимаете, что когда он следует есть? я сейчас не помню, но наверное то что у нас на самом деле написало место в совершении, да, где располагался адвокатик и время, которое было тропичным ну в минуту, в таком моменте его оставили и куда было дороже пожалуйста хоть осмотры место происшествия какие-то документы вы их нажмали, может вам что-то подавало? да, снимались ключи да, снимались ключи автомобиль у нас пока не помню ну вот такая вот практика вот такая, снимались ключи и документы на автомобиль соответственно не точно не помню ну это обычный общий порядок, это занималось ПТС и СТС но если там заявителя был только один, документ следствия это самого стопа у него было наличие стопы скажите, пожалуйста, после того, как был завершён осмотр вы куда направились? куда направилась Каганская? можете перейти? куда направилась Каганская мы поехали назад составить СОК ВВД где в дежурной части я получил этот материал зарегистрированный в египетную историю и материал по квартирной этаже после этого, собственно, и лежит и поднялся пожалуйста, на вот эту посмотру Аны приезжал? ну честно, я не помню был ли он на месте происшествия именно на этом осмотре потому что на квартире в районе СОК ВВД был но оттуда он уезжал приезжал ли он на... я спросил кражу автомобиля честно не помню скажите, пожалуйста, а вы с Сарановичем каким-либо образом обсуждали вот кражу этого автомобиля а вы вспомните, что завтра машина была? очень честно сейчас скажите, пожалуйста, а вы таким образом с Сарановичем обсуждали вот именно эту кражу может быть с ним так вознанно он к вам обращался? нет, с просьбой с кем не обращался в принципе, на тот момент, когда был сотрудник который пришел после выпуска он скажем так уже имел значимый сокон работы и считали это несколько ниже собственно достоинства вообще с моим сотрудником и за это у нас какие еще следственные действия вы выполняли по поводу этого уже времени как раз насколько он осмотр элементов проводился Ваши ведомители, находящиеся в седьмом томе, листы дела 10, 11, 12, 23-26, 23-27, 28-29. Скажите, пожалуйста, у меня уже обманут первый вопрос. Остановление обоснования обоумного дела. Да, тут что-то так раз, правильно. Оставали там. Срок был продлен на месяц до трех, второго наручного возраста. Идея 2 ноября, он должен был не остановить. Но если где-то считать полусрока с продвижением, то что там лежит. Остановление указано 2 октября. Возможно, на данном случае обоснование случилось. Отключите его. Понятно. Оставьтесь, пожалуйста. Остановление. Протокол осмотрен метод происшествия. Мы, скорее всего, не прописали в шарфатской маналавле. И ключи ПТС. Протоколь о родном отмечении не имеется. Там есть высокая метод по тексту. То есть, в конце тексты, как у нас был. Последняя... Да, там. Мы сейчас говорим на 23-26. Да. Да. В данном случае с протоколе я посчитал, там есть обмен в самом конце текста, который объясняет, что в конец текста я описал. Здесь у нас было место, и в конце там все было. Сейчас увидел, и есть обмен в том, что выгодно. Делал. Ну, а потом в самом протоколе своей рукой пишется, что ничего не там было. Да. Вот поэтому для вас этот вопрос и выясняет. Понимаю. Повторяюсь, это было мое первое дежурство. На тот момент я работаю в чем-то еще месяц. Опускаю, потому что за этот период все хорошо, что она отразит в конце протокола. Опять же, касаемо этого протокола. Скажите, пожалуйста, так все-таки фамилия Эксперта. Фамилия Эксперта на самом деле Дахин. Я описался, потому что тогда я еще никого не знал. Повторяюсь, мне первое дежурство. На слух, как вас пенят. Скажите, пожалуйста, опять же в этом протоколе у вас указано, что в протоколе осмотрения происшествий принимали участие и казанцы, и специалисты. однако на листах не есть подписи, только кто не ты. Скорее всего, это так же по неопытности. Но если они принимали, то протокола приобщена таблица, сделанная и так же документы изымались и место предшествие указывало самим заявлением. То есть, если не было заявлением, то уже осмотреть было нечего. Скажите, пожалуйста, обратите внимание, это постановление и признание вообще на полуаломном неделе, вычисленные показатели, ваши эти три-четыре-пять дела, не стоит ваша фамилия. То есть, чем вы носите постановление и имеется в домашек оборудовании? Имеется наяга? На какой-то момент это постановление постановление делалось по штабову, у нас были два, которые мы заполняли, то есть, у нас были оставлялись номер по руку и, соответственно, с точки зрения признавали. Скорее всего, опять же, неудачно после этого и в ходу стоит наяга. Пока нет вопросов. Я пишу. Нет вопросов? Возвращение. 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 Скажите, пожалуйста, вы сейчас сообщили об суду, что на месте происшествия с вами вместе выезжал ответственный руководитель, вы знаете, вам есть должность на фамилии или что-то? Вам известны защитники Уфа Буков, Евгений Александрович, Евгений Александрович, Евгений Александрович. Он не с вами лежал? Да, он был ответственный руководитель. Скажите, вы ознакомились с Евгений Александрович? Евгений Александрович. Скажите, вам не СОО что такое? Не понятно. Не знаю. Протоколь, с которым вы сейчас ознакомились, не указан. Волков, как участвует Волков? Экраны места происшествия Вопрос в том, что следственного отдела заместитель осуществлял охрану места происшествия? Вы не назвали приказ, я не знаю, о чем вы говорите. Приказ о дежурстве следственного противника. Вы сказали, что неким законом предусмотрено включение руководителя следственного органа. Мы выбрали 11 метров просмотра места происшествия. В новом процессе кодекса требований просмотра места происшествия. Указанный вами в протоколе осмотра места происшествия 1 августа 2008 года, статья 164, 176, 177 по моему инфекционному опыту, обязывают вас включить всех присутствующих в осмотр места происшествий, в том числе руководителя следственного органа. Почему вы это говорите? Благодарюсь, он не участвовал в осмотр места происшествий. Покажите, пожалуйста, по уголовному делу, вам давались миссионные указания руководителем следственного органа? Можете конкретизировать, что именно он делал 1 августа на основе места происшествия 23 часов 50 минут до 0 часов? Не могу я за ним следил. Он вам какие-то, как сотрудники вы, почему на место происшествия впервые, которые вы видите сейчас? Он вам какие-то указания, рекомендации задавал? Рекомендации он задавал на сроке оперативной кражи, которая была до этого. А участок местности сейчас на грехе выполнят. Вопрос нет? Нет, не дало. Обратите внимание, что в второй странице осмотра места происшествия указано, что в ходе осмотра Каганская выдала электронный ключ от автомобиля. Про документы здесь нет ничего. Да, но... Я хочу вас поверить на... Это был мой первый выезд в дежурство. Точнее, первый в дежурство у нас. Действительно, я могу просто написать о беззнании. У вас там момент был лучший вызов. А вы хотите поставить под сомнением на лучшее вызование? Вы, пожалуйста, отключайтесь. Да. Соответственно, я так понимаю, вы... Поясните, что вы закончили? То есть, мы сейчас заявили о том, что мы не знали, что он может запросить. Какого? Снял вопрос. Ваша честь, сейчас свидетель выяснил, что он по неопытности не знал, что надо списать в основном вместо происшествия. А его юридическое образование, которое он нам сообщил в суду, разумевают эти знания. Тем более, что он был на должности следоват. Вопрос нет, все так. Посмотрите, поясните, каким образом этот ключ изъят, опечатывался. Почему у вас вот вместо происшествия указаны индивидуальные признаки электронного ключа? Еще раз встречаем вопрос. Я не могу сейчас конкретно вспомнить детально все, что ты осмотрела 10 лет назад. Дежуре и проверили чапку Матвейска, кражи, посмотрели, там происходили зарядные регуляции. А несколько раз в дежурстве. Поэтому, конкретно вспомнить какую-то отдельную взятую деталь, я, естественно, не могу подошли с такого количества времени. Скажите, пожалуйста, почему, как указано в оборудовом месте происшествия, вы руководствуете статьями 164, 176 и 177 уголовного официального кодекса? Этот протокол не подписан как заявителем и специалистом даже. Вопросы за вопросом? Вопросы за вопросом? Ваша честь, он сдавался в другой форме. Я связывал специально на нормальную статью, которую сам следователь показал своим вопросом. Вопрос на это судом ответ был получен, но, по-моему, нет смысла. Вопросы за вопросом? Скажите, пожалуйста, свидетель по уголовному делу о краже автомобиля и программе. Вопросы за вопросом? 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 Покажите, вам известен общий порядок выбросы подобных правок в адресы компаний? В частности, компания omolostrad. В частности, в компании «Оброс крахмед» в общих порядках, в принципе, зависит от гостей. Приступает запрос от страховой компании в следственный отдел. Он рассматривается, которым обычно они просят предоставить копию постановления о возбуждении уголовного дела, признание потерпевшим. И некоторые страховые компании просят заполнять форуму 3, как мы говорим, в коробочке компенсации нефтепрения и нефтепрения. Что еще указывается? Какие имена? Ну, вот в адрес страховой компании. Сказали, сведения о возбуждении уголовного дела? Я назвал перечень документов, которые, насколько я знаю, в опрашивании. Ну, соответственно, слой уход. Кратки. Как я помню, состоятельство произошедшего коробка, соответственно, повреждения от автомобиля, граждан от автомобиля. Модель нарко. В соответствии с документами, соответствии с винном, и мы помним данный автомобиль. Какое решение по уголовному делу принято, соответственно, предъявленное лекану либо обвинение, приостановленное предъявленное разрезование, либо находится дело в трезвости. Насколько я помню. Насколько я помню, там двойная подпись была подпись с лица, в которую он ходил, делал в производстве, и у руководителя, на котором было написано, полуство ОВД, но, по-моему, это подписывали как-то заместитель и врача, естественно, следствия подъявленных. Намного больше сошли вас. Может, двойная подпись была. А непосредственно сами справки, они отправлялись на компьютере или на каком-то плане установлены? Нет, обычная стоповая компания вместе со своим запросом, если мы с вами необходимы, мы не отправляли как-то план, запомнили. Кто заполнял? Пустые графы. Я не помню, заполнял ли я программы производственного дела справку в форме 3. На вопрос в общем, кто это должен исполнить? Роматриза, у которого находится производство. Но была ли здесь справка в форме 3 или нет, я не помню, не могу это сказать. Я прошу, если у меня хабата, то есть, объявление свидетеля, соответствующего неизвестного количества средств. Откровенность в форме 3 или нет, я не могу это сделать. Пожалуйста, пожалуйста. Да, справка в форме 3. Вот здесь надо внести для начальника Средственного отдела. Войтаща полно-позреска, и этого Мирзкина Александровича. Все, открылась? Да. Можно? Скажите, на том вам вы подъясните текст, который пропал. Обращаю внимание, что здесь использовалось два красителя, заполнить сам текст синим чаром, а подпись, должность, подпись. Все, что написано синим чаром, заполним подпись. На правке также имеется угловой штаб и дата. Здесь стоит дата 16 актилея. Дата, соответственно, какие-то изменения у вас? Я хочу сказать, что я заполнял ее или нет. Сейчас я увидел, что мы это заполняем. Но каким часом вы поймете? Скажите, пожалуйста. Вот с 16 часов вы заполнили это в тот же день? Или мы могли заполнить раньше? Сейчас. Позже 16 часов. Номер и дата ставятся кем? Штампы. Судя по штампу, это в канцелярии и, соответственно, ставится в канцелярии? После того, как оформлен документ. Ну, естественно, пустой штамп не ставится. В плане также здесь указано, что решение по делу принято о приостановлении 2 октября 8 группы. То есть, по состоянию на 16 октября, когда датированное право уголовное дело, предварительное следствие, главное дело было приостановлено. Сейчас на вопросы вверху государственного 11, где вы сказали, что приостановление о приостановлении основного государя, имеющегося в деле с кем-то работой, возможно, ошибка. Как вы можете объяснить? По идее, должен был быть срок приостановления и исправления в течение месяца 2-го дня. Честно, я думаю, что там опечататься, здесь будет описаться в течение месяца. 16 октября, собственно. Я вам еще раз повторяю, я не знаю, каким числом было составлено исправление. Моей рукой здесь дата не стоит. Каким числом 0 и заполнено справка. Вы только что сообщили с угол о том, что штамп, дата и номер ставятся после оформления этой группы. Да, но каким числом 0 и была заполнена справка? Соответственно, вы не могли ее заполнить после 16-го числа. На тот момент, как следует справка, приостановлено. Вот эта справка выдана 16-го числа. Из нее следует, что оно приостановлено. А продление, с которым мы там уже знакомы, оформлено 29-го. То есть после выдачи этой группы. Как вы можете это сделать? Ну, возможно, у него как-то напечатано здесь. Опять же, дата ставил не я. Не знаю. Но, опять же, еще раз. По логике веществ, он должен был выпадать на 2 ноября, с учетом впадения на 1 месяц. Справка указана, что она адресована в компаниях Индосправда. Можете сообщить судов каким образом эта справка была направлена. Справка и была ли она уже направлена? Не понятно, что детально все прошло. Обычно справки оторвались на рост заявителя. Как делим? Конкретно по этой справке. Уже много времени прошло. И достаточно часто совершали стражи. Мы берем конвейер. Соответственно, справки есть другие и уничтожные страхи для опросов. Мы также ознакомились со схемой места происшествия. Можете объяснить, кто ее составил в данный момент? Если вам нужно, то я не знаю. Я хочу посмотреть, чем это происшествие. Я не являлась. Я думаю, что теоретики с этого. Пожалуйста, сейчас я подавлю. Я не исследую вас, да. Заши предъявления. Или сделать? 21 или сделал. 21 или сделал. 21, да? Да. Можете пояснить, кто тогда при каких-то остается поставил эту? Кто, когда я вам ответить не могу. Потому что не знаю. Почерк под схемой пояснений не мой. Подпис могло предположить, что похоже на подпис раны очень мало. Уже очень давно уже видел, как это может быть. Вообще, это подделало обязанности оперативных. Когда они переводили, состоя из оперативной группы, они собирали объяснения, получали заявления и составляли схемы к основному месту получества. Просто в районе на суду сообщили, что не можете сказать, был ли аронофич на месте происшествия? Существует, потому что познакомились со своей. Можете? Может быть, что-то вспомнить? Я не могу сказать, был ли аронофич на месте происшествия. Потому что иногда материалы, которые, опять же, то есть не материалы, они забирали в прижимной части, потом он был подкован в данное заявление и объяснение. Все документы, которые исполняли оперативники на момент своего прижимства. Трапорта об отработке жилого сектора и так далее. Туда же также приобщалась, ну, грубо говоря, полностью все материалы, которые составляли по поводу план-схемы. Ну, код все равно похожи, но могло ошибаться. Скажите, вот вы сообщили суду, что вы после возвращения соснового происшествия получили материал. А что за материал, если вы сами только выехали изъявите, что вы на месте происшествия, то вы говорите? Сериал конкретно полноценного материала я сейчас не поясню, потому что никто не мог услышать, что это было по материалу. Но заявление там должно было быть сто процентов, потому что заявление ставилось на вкус, активно учился еще на преступлении, и за каждое данное заявление, которое было отнесено следствию, следует убежимое отсутствие за него расписывалось, когда получалось ответственное заявление на улице. Что вы получили? Заявление, кто получал, а заявление, если вы у нас на границе происшествия? Мог получать оперативный дежурный, мог получать оперативник, мог получать участковый, кто находился в ОВД. А вы на каком основании, на чем тогда основа была? Вступило сообщение на дежурной части, потому что по такому-то адресу совершена кража автомобиля. Информация подтвердилась, и мы отправили на основу. Ранее суду сообщили, что вы узнали о парановичах. Ну, для того, что он узнал о дежурной части. Сейчас вы сказали, что получили информацию о дежурной части, а поэтому... Хорошо, давайте я компенсирую свой ответ. Я получил информацию о дежурной части посредством сообщения информации о дежурном оперативе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...